Новый искусственный интеллект от DeepMind, свежие слухи об электромобиле Apple Car, новый лунный ровер, новинки VR и AR, системы преобразования СО2 в топливо и другие новости из мира высоких технологий в одном видео. DeepMind представил новую систему искусственного интеллекта ИТАКО, которая расшифровывает и датирует древнегреческие надписи на артефактах. Также она способна определить примерное место изготовления таблички, кувшины или другой археологической находки. Система прошла обучение на 178 тысячах древнегреческих текстах и теперь может восстанавливать поврежденные с точностью в 62% и определять географический регион создания артефактов с точностью 71%, а также датировать тексты с точностью до 30 лет. Для сравнения, точность восстановления древнегреческих текстов вручную учеными составляла порядка 25%. ИТАКО уже определило дату создания нескольких афинских декретов, изданных во времена Сократа и Перикла. До сих пор считалось, что они были написаны до 446-445 годов до нашей эры, но ИТАКО утверждает, что в 421 году. Теперь DeepMind разрабатывает систему расшифровки текстов на прочих древних языках. Американская компания Venturi Astrolabe Inc. представила рабочий прототип лунохода для разведки и логистики – FLEX. Разработчики рассчитывают, что НАСА примет их ровер в миссию на спутник Земли Artemis. FLEX – универсальное транспортное средство, спроектированное как модульная система. Его можно адаптировать под разные задачи – от перемещения астронавтов по поверхности Луны до перевозки грузов, приборов и датчиков. Ровер может управляться вручную или дистанционно, причем даже с Земли. Сейчас аппарат проходит испытания в пустыне. Марсианский вертолет Ingenuity совершил очередной полет. Теперь суммарная дистанция в 4,7 километра, которую преодолел вертолет на Марсе, превышает пробег марсохода Perseverance, составлявший 4,4 километра. Сам перелет стал для Ingenuity 21 по счету. Во время него аппарат находился в воздухе 129 секунд, за который преодолел 370 метров. Всего экспериментальный марсианский вертолет совершил в 4 раза больше полетов, чем было запланировано. Сейчас Ingenuity, переживший в феврале песчаную бурю, сопровождает марсоход, который идет к руслу древней марсианской реки, где рассчитывает найти в донных отложениях признаки существования жизни на планете. Rainbow Robotics поставила своего двуногого робота DRC Хьюба Центру тестирования, исследования и обучения робототехники UMass Lowell Nerf Center. Интересно, что по данным СМИ, там робота планируют испытывать в качестве помощника и работника на кораблях и лодках. Это довольно экстремальное решение, учитывая сложности с равновесием у двуногих роботов, возникающих даже на твердой земле. Что же будет в открытом море? Последнее время в СМИ активно обсуждают слухи об Apple Car. Мы решили собрать их, чтобы составить общую картину. Итак, утверждается, что первый электромобиль компании Apple будет построен на базе платформы EJMP, разработанной Hyundai Motor. В этом случае авто получит запас хода в 480 км, разгон до 100 км в час за 3,5 секунды и максимальную скорость 260 км в час. Время зарядки батареи от 0 до 80% предположительно будет составлять 18 минут. Hyundai Motor выступил в роли главного стратегического партнёра Apple в создании электромобилей, и предоставит помимо платформы другие необходимые комплектующие. При этом упорно ходят слухи, что сборкой электрокаров займутся компании Foxconn и Luxashare, занимающие ключевые места в производстве продукции Apple. Тайваньская Foxconn ранее подтвердила свои планы, связанные с производством электромобилей в Северной Америке в 2023 году, и сейчас активно ищет место для заводов США или Мексики. Китайская Luxashare интересна Apple тем, что может помочь американской компании с выводом электромобилей на местный китайский рынок. Ожидается, что Apple Car будет включать в себя возможности автономного вождения, для чего компания ведёт переговоры о поставке чипов и подложек для них, испытывая в этом ряд трудностей, так как ключевые производители и так достаточно загружены и не хотят связываться с автомобильным сектором из-за большого количества проверок в этой отрасли. Китайский Доляньский институт химической физики совместно с Zuhai Fusion Energy Technology разработал установку, которая гидрогенизирует углекислый газ из атмосферы в экологически чистое топливо. Разработчики утверждают, что технология может выборочно производить углеводородное топливо с добавленной стоимостью и высокой плотностью энергии. Это может стать большим шагом в продвижении чистой и низкоуглеродной энергетики. Технология гидрогенизации диоксидом углерода для производства бензина была предложена ещё в 2017 году. Метод использовал металлические катализаторы для преобразования углекислого газа в биотопливо, менее вредное для окружающей среды. В 2020 году было завершено создание демонстрационного объекта в промышленном парке Цзоучен. А в октябре 2021 года он прошёл 72-часовые испытания, организованные Китайской Федерацией нефтяной и химической промышленности. При минимальных затратах электроэнергии установка производила экологически чистый бензин с октановым числом выше 90, что соответствует местному национальному стандарту. Ждём новостей по масштабированию проекта. Стартап MagicLip представил новое поколение очков дополненной реальности для промышленности. MagicLip 2 состоит из пары тёмно-серых гоглов, соединённых проводом с компьютером, похожим по форме и размеру на хоккейную шайбу. Его можно закрепить на ремне или плече с помощью липучки. Очки проецируют голографическое изображение в реальный мир, рассеивая свет от LCO с дисплеев через многослойные линзы. Зона видимости линзы 45 градусов по горизонтали, 55 по вертикали. Устройство весит 250 граммов и дополняется контроллерами с оптическим трекингом, которые позволяют производить простые действия, например, указывать направление или нажимать на кнопки. Новозеландские инженеры из компании EIT 360 показали симулятор движения NOVA собственной разработки. Это аппарат, созданный для обучения виртуальной реальности. Он ориентирован в основном на пилотов и водителей. Отличается от аналогов NOVA тем, что позволяет получить захватывающий опыт с полным неограниченным вращением по всем осям. Симулятор состоит из шара диаметром чуть менее 2 метров с сиденьем и ремнями безопасности. Пользователь пристёгивается, надевает гарнитуру виртуальной реальности и погружается в захватывающий мир. NOVA не просто вращается. Установка воспроизводит визуальные и звуковые эффекты, а также создаёт ощущение движения. Компания Holoride объявила, что её развлекательная система виртуальной реальности на базе гарнитуры появится в ряде седанов и внедорожников Audi уже этим летом. Система объединит физический мир пассажиров на заднем сиденье с дополненной реальностью, синхронизированной с движением автомобиля и может быть внедрена в авто любого бренда. Датчики и программный стэк новой системы позволяют быстро и точно фиксировать и интерпретировать окружающую среду, а также рассчитывать движения виртуальной реальности на основе данных, полученных от автомобиля. Интересно, что программное обеспечение для создания контента виртуальной реальности имеет открытый исходный код, что позволяет сторонним разработчикам создавать собственное наполнение. Внедрение таких систем в серийное авто также является первым шагом на пути к разработке контента, который пассажиры смогут потреблять после появления беспилотных автомобилей. Diamond Age объявила о получении инвестирования в размере 50 миллионов долларов на развитие своего проекта строительных роботов. Компания описывает себя как робототехнический стартап с полным стэком, создающий набор инструментов, призванный заменить более половины ручного труда, связанного со строительством дома. Кроме того, благодаря технологиям, дома, которые раньше строились за 9 месяцев, теперь могут быть созданы примерно за месяц. В настоящее время компания разработала 26 роботизированных инструментов для роботизированной руки в дополнение к системе 3D-печати, которая может создавать наружные, внутренние и кровельные конструкции. Компания Dobot представила второе поколение собственных роботов-манипуляторов линейки Skara. Новый M1 Pro – это коллаборативный робот широкого спектра применений в лёгкой промышленности. Он обладает грузоподъёмностью 1,5 килограмма и радиусом действия 40 сантиметров. Робот поддерживает беспроводное управление на разных устройствах с несколькими вариантами программирования. Это упрощает процесс его внедрения и настройки. Японский стартап Telexistence, получивший известность благодаря своему футуристическому аниме-роботу телеприсутствие, похоже, переключился на более приземлённых роботов. Компания объединилась с логистическими компаниями Nichirei Logistics Group и Senko и уже испытывает новое решение для складской логистики в зонах низких температур. В ходе эксперимента робот с дистанционным управлением загружал в тележку грузы разного габарита и веса в холодильной зоне распределительного центра Nichirei Logistics Group. Подобно роботу Stretch от Boston Dynamics, решение Telexistence не крепится к полу, как это обычно бывает со складскими роботами, а устанавливается на автономную транспортную основу. Но в отличие от Stretch, этот робот не выполняет задачи сам, а подчиняется телеуправлению операторам. FANUC представил роботизированную систему Pioneer Industrial Systems, которая должна быстрее, последовательнее и качественнее выполнять дорожные работы. На видео робот распределяет герметик. Лаборатория автономных систем высшей технической школы Цюриха пытается реализовать тактильное телеуправление всенаправленным дроном с шестью степенями свободы. Пока разработка в начальной стадии, а само управление выглядит достаточно сложным. Лаборатория робототехнических систем той же технической школы тестирует возможности сотрудничества робота на ногах и дрона, способных к совместному картографированию и планированию маршрута исследования. Система должна использовать сильные стороны двух роботов. Другими словами, дрон должен исследовать области, недоступные четвероногому роботу, а робопёс поможет беспилотнику экономить заряд, перенося его на дальние расстояния. Интереснее всего здесь способ, которым дрон крепится к ходячему роботу. Компания Microsoft представила своего обучающего робота Moab. Он должен помочь начинающим разработчикам, пытающимся изучить основы различных технологий, связанные с искусственным интеллектом и машинным обучением. Для этого инженерам предлагается обучить робота трюкам, связанным с балансированием мяча на плоской тарелке. Это кажется простым для человека, но для робота задача вовсе не тривиальна. Плюс, когда базовый уровень освоен, разработчики могут постепенно усложнять задачу, подталкивая мяч дополнительно или заменяя его, например, яйцом, то есть предметом, имеющим неправильную сферическую форму. Moab использует камеру, чтобы увидеть мяч или любой катящийся объект, помещенный поверх его пластины, а затем пытается переместить пластину, пока объект не станет неподвижным. Компания Nissan установила свою технологию управления колесами электромобиля E-Force на тележку для Ромена. Таким образом, компания хотела продемонстрировать возможности технологии. Благодаря ей тележка перераспределяет крутящий момент между колесами и дозирует тормозное усилие на каждом из них. Это позволяет ей быстро ускоряться и плавно останавливаться, не расплескав ни капли лапши. Точно так же и E-Force будет повышать плавность езды и комфорт пассажиров в электрических кроссоверах Nissan Aria. Компания Connected Robotics показала своего робота French Fries, который с ноября 2021 проходит стажировку, готовя картофель фри для посетителей кафе Becksburger Lab в городе Минамисома в Японии. Разработчики говорят, что плюс их робота не только в том, что он не устает и может работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю, но и в том, что обеспечивает неизменно высокое качество приготовления. Немецкая компания Volocopter планирует запустить в 2024 году аэротакси сразу в Париже, Риме, Сеуле и Сингапуре. На этой компании получила от инвесторов 170 миллионов долларов, но ей еще предстоит получить разрешение от регулирующих органов. На данный момент именно это и тормозит коммерциализацию сервиса. Volocopter разрабатывает два аппарата, двухместный Volocity, на котором компания надеется перевозить важных гостей и спортсменов во время Олимпийских игр в Париже, и четырехместный Voloconnect, предназначенный для полетов в пригороде. Дальность полета Volocity составляет всего 35 километров, его максимальная скорость 110 километров в час. У Voloconnect эти показатели 96 километров и 260 километров в час соответственно. На Kickstarter появился робот-код Maycat, обладающий, по словам разработчиков, искусственным интеллектом. Робот должен стать для хозяина не только питомцем, но и компаньоном, запоминая лица и взаимодействие с разными членами семьи. Теоретически Maycat должен уметь распознавать окружающую среду и приспосабливаться к ней, а также запоминать карту помещения. Робот поставляется с индивидуальным, эмоциональным и голосовым рисунком, при этом сторонние разработчики могут написать для него свои приложения. Также Maycat может взаимодействовать с устройствами умного дома. Цена робота на Kickstarter начинается с 1000 долларов. Вы когда-нибудь видели манипулятор из квадрокоптеров? Подписывайтесь на канал, ставьте лайк видео, не пропускайте новые выпуски из мира высоких технологий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!